Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие детки. Сегодня с вами снова я, Тигранадия. И сегодня вообще необычное для меня видео. Вы уже куда-два, наверное, или три просите снять что в моем телефоне. Вот. И я часто меняла телефоны, поэтому я не хотела снимать, да и как-то не знала зачем снимать. Вот. Но сейчас опять поступило предложение, вот, и просьба. Я решила снять. У меня телефон Samsung Galaxy S6 Edge Plus на 32 гига. Вот. Я не знаю, фокусирует камеру или нет, потому что я не вижу, как я снимаю. Вот. Но вот так вот в золотом цвете и в таком чехле. Вот. Уже только когда придут мои новые чехлы. Этот уже поднадоел мне. Так что вот так вот. До сих пор ношу вот здесь на вспышке пленку уже второй год. Не снимаю ее. Да и в принципе не вижу смысла снимать. Ляпается стекло, конечно, каждый раз, когда нажимаешь на него. Но нет ни единой царапины. То есть действительно классное качество телефона. Вот. И стекло здесь вообще никак не царапается. Единственное, что я недавно делала конверты и попал клей. Я испачкала кнопку и никак не могу ее вот оттереть. Такая вот у меня здесь заставка. Я меняю ее чуть ли не каждую неделю. В этот раз стоит у меня просто планета. Сатурн такой космический. Ну обычно в основном здесь всегда космос у меня. Здесь у меня телефон. Здесь у меня камера. Пользуюсь я в основном камерой всегда. Да. Открываю ее и фоткаю. Вот. Сегодня у меня здесь стоит такая заставка. Я ее ночью меняла. До этого у меня стояли просто такие акварельные разводы. Здесь у меня идет три папки, которые я создала и которыми пользуюсь каждый день. Первая, конечно, ВКонтакте, потому что я каждый день сюда захожу. Здесь у меня идет такой список моих соцсетей. Инстаграм, WhatsApp, Tumblr. Конечно же каждый день я там. Одноклассники, Viber, YouTube, браузер, через которые я смотрю сериалы и фильмы. Плеймаркет, Facebook, Skype, стикеры ВК, которыми я пользуюсь. У меня здесь их несколько тысяч. Вот новый набор добавили. Китовые стикеры вот такие. Так что нажмем скачать. Здесь у меня добавлено вот столько наборов. Именно 168 наборов я добавила себе, которыми я пользуюсь всегда и переписываю со своими друзьями. Есть даже Николай Соболев, который добавлен у меня. Да. Так вот. Потому что смысл соцсети показывать, смотреть, что у меня там нету, потому что это все-таки все личное, как я считаю. Вот. Есть папка Random. Здесь у меня Shazam Music, где я слушаю музыку, когда на улице женский календарь, когда идет отчет женских дней и самочувствие там, какие я лекарства принимаю, когда там овулясы и все такое. Затем читалка, в которой книжки читаю. Заметки, где у меня все важное-важное самое записано. Радио. Потом теги идут, когда мне нужно, например, на определенную тему найти тег. Ну, пусть это будет Finland, Финляндия. И здесь выдает все теги, которые обычно пишут под хэштегами Финляндия. Тем у меня идет приложение, где я как раз таки меняю обои. Вот так вот оно выглядит. Обои для меня называется. Я пользуюсь в основном только им. Здесь самые классные шикарные обои для Samsung, как я считаю. Вот. И они каждый день меняют новые. Вот такие у меня стояли вчера. Да. А до этого у меня стояли вот эти фиолетовые. Очень прикольные мандалы. И стояли еще на этой неделе вот эти. И вот эти у меня стояли давненько, да. У нас идет переводчик, который помогает мне в путешествиях. И вообще идет и YouTube студия, где я редактирую свои описания к видео, обложки, где я делаю комментарии, да, тоже отвечаю на их. Потом скриншоты. Алиэкспресс, конечно же. Тоже каждый день пользуюсь. И такие вот стандартные приложения. Калькулятор, аудио, ну, диктофон, файлы. Потом чистка памяти и карты, конечно же. Итак, меню. Снутри у меня всего одна страница. Потому что я все сделала по папкам. Папка Самсунга идет. Здесь стандартное приложение. Папка Google. Папка редакторов, которую мы потом с вами посмотрим. Папка соцсетей. А затем папка хлам, где у меня просто все ненужное лежит, чем я особо не пользуюсь. Юла, Авито. Потом фолловеров смотрю те, кто от меня отписался. И удаляю я их. Потом идет репост хула, через которую я могу просмотреть сайты, которые закрыты для нашей страны. И диктофон, которым я пользуюсь для записи своих подкастов. Потом читалки. Здесь три читалки. Затем обои. Тут три разных еще. Да, вот эти две новые еще. Такие. Ну, тут их очень мало просто для разнообразия. Такие мотивационные. И вот такая вот Watercolor. Color. Здесь такие вот акварельные цветы. Очень мало их, но иногда хочется поставить себе что-нибудь такое. Конечно же Beeline. Потом Mirage Cinema. Я здесь смотрю цены на билеты, чтобы пойти в кино. Вот. И по времени сеансы. Здесь я заказываю билеты, бронирую их. И в основном хожу, да, в этот кинотеатр. Потом идет, конечно же, Сбербанк. Потому что постоянно пользуюсь деньгами. И мои карточки там. Play Market, опять же. Потом вот это приложение, через которое я подключаю к ноутбуку телефон. Не снимаю все свои видео. Это новое приложение еще не открывало. Его оно для трансляции ВКонтакте. Хочу делать трансляцию. Лаки патча для взлома приложений. И вообще для разных системных вещей тоже очень интересно. И стандартное приложение от Beeline. Ну и, конечно же, переходим к папке, где вы хотели это видео. Это то, как я обрабатываю фотографии. И вообще, что делаю с фотками. Камера. Обычная Snapchat. To with Photos. Это приложение, через которое я в основном делаю фотки, когда мне хочется сделать что-то такое осеннее. Или портрет, или пейзаж. Но иногда хочется здесь просто делать какой-нибудь текст. Например, давайте возьмем вот эту фотку. Здесь природа. В прошлом году я фотографировала вот здесь вот фильтры. Это абсолютно бесплатное приложение. Здесь вообще куча всего. Это, не знаю, отличная замена фотошопу. Я в основном открываю Feeling Tone. И листаю фильтры. Тут их целая куча. Но мой любимый это Katkin. Потому что он делает такие очень классные фотки. Вот. В моем любимом стиле. Либо салмом. Он делает более солнечные фотки. Можно так регулировать. Либо такие. Но они вот все четыре фильтра. Они очень похожи. Вот. И вот эти тоже. Тут на любителя. Кто как захочет. И тут есть вообще. Разные. Berry. Более такой красноватый. Оранжевый. Flavida. Тоже классный. Mulberry. Он более зеленый. Тут есть все фильтры призмы. Поэтому ее не нужно качать отдельно. И они полностью здесь все есть. И он обрабатывает быстрее, чем сама призма. Он так вот выглядит. Ну вот как-то так. Не знаю. Я не люблю призму. Все это прикольно, конечно. Но по мне, кажется, бесполезное приложение для меня. В портрете здесь всякие разные функции, которыми я никогда не пользуюсь. Мне это не нужно. Я пользуюсь вот украшением. Да. Я здесь беру вот эту функцию вспышка. Скачиваю фильтры, которые мне нужны. Вот такие вот. И просто их накладываю на те фотографии, которые мне нужны. Чтобы это было красиво. Чтобы было немножко так по космически. И так же я здесь пользуюсь шрифтами. Потому что здесь они очень классные. Иногда беру функцию усилить. Беру резкость. И делаю HDR. Такие вот эффекты. Чтобы было как бы подярче. Потом поляр, которыми я почти не пользуюсь. Иногда редактирую здесь фотографии животных своих. Потому что, в принципе, остальные фотки мне здесь не очень нравится редактировать. Ну вот моя старая фотка. Совсем старая. Я не знаю, как вообще он ее здесь сохранил. Вот. И можно делать такие всякие здесь обработки. Ну, тут, знаете, в основном платные фильтры. И поэтому как-то не очень нравится пользоваться им. Вот. Я пробовала взламывать эту программу. Но, не знаю, не лежит у меня к ней душа. Вот. И поэтому я думаю, что она мне бесполезна. Ну вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, как-то так Можно заменять в другую сторону Можно замедлять Можно ускорять Кому как нравится Делаю для блога чаще всего Потом у Редрика Редрика, да, вот она Вот так вот я снимаю вас Здесь всякие фильтры Это в основном Для селфи Я ее Взламывала Со всеми фильтрами Вот В основном моя подруга любит здесь фоткаса Я как-то очень-очень редко Затем Afterlight Я пользуюсь этим приложением Только из-за того, чтобы здесь Состаривать фотографии Допустим, давайте возьмем вот эту фотку С открыткой И здесь у нас идет Такой вот Отдел Где можно наложить Световые эффекты на фотку Можно их по сто раз накладывать Всякие разные Столько, сколько нужно Затем вот такой эффект И здесь уже идет именно Состаривание фотографий Вот эта четвертая кнопка Она меняет Цвет Состаривание Можно желтый Можно голубой, например, сделать Вот Затем здесь идут просто Такие Блики Боке И в самом конце Зернистость И потертость фотографий И также можно сделать черный Можно сделать белый Вот А самими фильтрами Я как-то не очень люблю пользоваться Потому что Ну, не знаю Есть много других программ Где Можно взять хорошие фильтры Далее идет Гличер Гличер я Обожаю Гличер Можно делать 3D фотографии Они очень классные Особенно Эффект 2HS Мой любимый Вот так вот Будто бы Старая фотка Из Видеокамеры 90-х Например 3D Тоже обожаю Вот Делать 3D Можно делать Разные эффекты Из 90-х Можно по несколько раз нажимать И он будет по-разному показывать Кстати Да Потом JPEG Ну, в принципе Ничего не меняется Но видно, что ухудшилось Качество Вот Сжатые фотографии Как и раньше На первых телефонах Такое вот Вот такой эффект Классный Тут очень Такой Gameboy Потом NES Такой эффект Это последний был Вот Ну, мой любимый Это 3D Обожаю Обожаю Там идет Layout Layout Или layout Не знаю, как правильно произносить Это коллажи Для инстаграма Потом Glitch Тоже как Glitcher Только здесь больше эффектов Давайте возьмем Обезьянку Вот И можно вот так вот Делать Фотки Да Потом Можно взять Например Вот такой И Вот здесь Вот так вот Поделать Фотки Тут Покрашем Так Можно сделать Paintbrush Во Круто Как будто бы Фотка Она Испортилась При Переносе И Ее уже не Восстановить Во Офигенно Можно сделать Так Еще Так что Ну, вы поняли Как это все Выглядит Здесь вот так вот Можно менять И снизу уже идут Надписи Типа Такой-то год Такое-то время Вот Как будто бы На паузе стоит Далее идет 8-бит Фотолаб Ее я покупала Это 8-бит И фотографии Ну Допустим Давайте вот эту возьмем Вот Их можно по-разному Редактировать Такие вот Фотографии Получаются Будто бы Из Игр Сега Дэнди И Можно Как угодно Редактировать Абсолютно Любой Фильтр По Абсолютно Любым Параметрам Затем Кемкордер Иногда Я делаю Здесь Видео Из Путешествий Но так Для Семейного Архива Потому что Это выглядит Как Старая Камера Из Старом Старом Плёночном Варианте Затем Идет Резер Камера Это Одна Из Моих Самых Любимых Раньше Была Программа Приложений Камер Вот Здесь Разные Варианты Камер Такие Вот Они Самое Моё Любимое Это Вот Это Вот Это И Вот Это Вот Здесь У нас Сбоку Идут Фильтры Вот Этот Я больше Любила Но Я уже Давно Ей не Пользуюсь Потому что Всё Время Забываешь Быстро Фоткаешь Уходишь Чтобы Сидеть Вот Так Обрабатывать Фотографии Как-то Не хватает Уже Времени Желания Но На самом деле Приложение Чудесное Я его Всем рекомендую Потому что Он делает Очень классные Плюночные Фотографии Особенно Для тех У кого нет Плюнки И он Хочет Сделать Что-то Похожее То Вот Вот Шанс Хотя бы Немножко Прикоснуться К прекрасному Затем Идет Touch Reduce Это Приложение Где я Убираю Лишнее На фотографиях Где мне Нужно Подправить Фон Как бы Его Стерить Вот Лишние Детали И MeToo Это Просто Няшные Фотографии Которые Я люблю Иногда Делать Себе На аватурку Просто Рядь Прикола Посмотрим Что у нас Получится Вот так вот Прикольно Я еще не видела Эти на улице Вот Вот этот Фильтр Самый Классный Я даже Наверное Сохраню его Потому что Очень прикольно Так под дождем Затем Здесь еще Есть вот такой Здесь прикольно Делать Надутые щечки Есть еще Вот такой Новый Вот Ну вот Этот мой Самый Самый Любимый Потому что Он больше всего Похож на Космос Есть еще Такой Розовый Такой И Самый Еще Прикольный Вот этот Вот Где Со слезками Такими Прям С пузырьками Тоже Очень Классный Есть Хэллоуинский Вариант И Есть Вот такой Вот Последний И Забыла Показать Последнее Через Которое Я делаю Абсолютно Все фотографии Для Инстаграм Это Snapseed Я думаю Почти каждый Блогер Здесь Обрабатывает И Я Сейчас Опыт Будет Вот Это Здесь Я Делаю Коллекцию Фотографий Так Как Мне Хочется В основном Я делаю Световой Баланс Поднимаю Затем Либо Немножку Прибавляю Либо Немножку Убавляю Тени Так Как Мне Хочется Делаю Более Холодную Фотографию Прибавляю Ей Насыщенность Немножку Убираю Контраст И Делаю Немножку Осветленность Вот Такую Вот Получается Такая Фотография Вот Но В основном У меня Есть Здесь В настройках Свои Сохраненные Вот Они И Я Выбираю Любую Которую Мне Нравится Которую Подходит По фону Например И Применяю Ее И Получается Вот Так Вот Уже Готовую Фильтр Собственный Конечно же VSCO Я не знаю Кто как его Называет Я называю Вот так Вот Ну допустим Вот эту фотографию Я обрабатывала Здесь Да Все фильтры Я покупала Лично Я не взламывала Их Отдала Конечно Очень много Денег Но Это того Стоило Потому что Здесь Уникальные Фильтры Которых Вообще Нигде Нет Вот И Здесь Куча Куча Разных Вариантов Вот Например Посмотрите Как у меня Их много Я по-моему Только один пакет Не докупила Потому что Там повторялись Некоторые Фильтры Поэтому Я посчитала Ненужным Оставила Такие Вот Себе Очень Нравится Тут можно Как угодно Тоже Регулировать Все Функции Делать Резкость Уберять Ее Там Холодный Тон Теплый Тон Оттенок Кожи Тоже Делается Затем Обесцвечивается Очень Ревес Эффект Этот Он Как Пленочный Надеюсь Я Удовлетворила Ваш Интерес Надеюсь Вам понравилось Это видео Вот Если Есть Какие-то Вопросы Спрашивайте Буду Рада Всех Люблю Целую Обнимаю До новых встреч Пока-пока Субтитры